Здравствуйте, меня зовут Няя Николаевна, я отечественное министерство здравоохранения Украины как биоэнергоинформа-терапевт. Вчера было загружено видео и пришла уже вечером. Ой, а здесь заскочили защитницы Анжелики Снежинской и попытались устроить, как они всегда устраивают под каналом Санвелла. Не буду называть своим именем, таким именем, как это можно назвать. Итак, Снежинская Анжелика, Надька хороша, а Анжелика еще лучше. И я буду сейчас так, несколько видео запишу. И давайте, давайте так. Здесь заскочила какая-то космонавтика. Космонавтиш. То есть, они и клички-то себе берут в космосе. Да, мне все равно. Пусть продвигается. Денежек легких тоже хочется ради Бога. Бога написала с маленькой буквы. Только ж позориться на весь Ютуб. Ну не можешь говорить грамотно, внятно. Не лезь. Бог пишется с большой буквы. Грамотно. Итак, я, знаете, оправдываться о деньгах говорить, но нет смысла. Умный человек видит, какое количество просмотров. Умный человек приблизительно понимает. Ведь сейчас все, кто смотрит каналы блогера, знают, сколько они зарабатывают. Да, сейчас блогеры зарабатывают очень мало. По сравнению, что было до войны. Но такие маленькие каналы, как я, они еще не заработали ни цента. Там есть немножко, но выплачиваются, когда сто долларов. Неужели вы думаете, что только одна Анжелика Снежинская проводила анализ, как заработать больше денег? Потому что для Анжелики Снежинской на первом месте, она сама это озвучивает, стоят деньги. И вот вчера я загрузила два видео о чесноке, хотите иметь большой чеснок. Там было просмотров больше трех тысяч. И о Снежинской больше 300 просмотров, где-то там 350, что-то вот так. И скажите, что мне выгоднее, просто вот записать видео ха-ха-ха о чесноке и тратить время и рассказывать вам невнятно, неграмотно, лезть в ваши души, наверное. И чтобы просмотров было чуть больше 300. Невыгодно, понимаете? И если бы у меня во главе стояли одни деньги, я бы, наверное, вот сидела бы и не проводила анализ, сравнение. То есть показывала, что как вас обманывают, как вами манипулируют. Выгодно? Одно говорю. Невыгодно? Другое говорю. Вот так знаете, куда ветер подует, то и говорит Снежинская. В зависимости, какой договорняк с Амвелом и все остальное. Невыгодно такие видео записывать. Невыгодно, понимаете? И если вы думаете, что я настолько глупа и не понимаю, что... Ой, у меня не будет просмотров таких, как у Снежинской. Вы очень ошибаетесь. Понимаете? Но каждый делает свой выбор. Если бы для меня любым путем заработать денег, я бы открыла такой... Взяла бы для себя такой контент, обсирание людей. И если иногда даже кому-то кажется, что я обсираю Снежинскую, нет. Я говорю просто так, как она говорит, правду. Но свою правду. Мое субъективное мнение. И давайте, чтобы дальше... Вы не слушали мою неграмотную речь. Когда я разговариваю на русском языке... А, это не родной мой язык. Я очень много лет, очень много лет практически не разговаривала на русском. И мне приходится часто подбирать слова. Теперь другое. Приводимые вами слухи, которые распускаются... Я... Письма Елены Рерих. Вот сейчас я буду зачитывать просто, как сто лет назад великая женщина, великая женщина отвечала людям сто лет назад. И, к сожалению, ничего не изменилось. Теперь другое. Приводимые вам слухи, которые распускаются враждебными лицами, очень характерны для невежественных элементов. Ведь всегда и во всем малопросвещенные и малокультурные люди судят всех по своим тайным вожделениям. И, конечно, вопрос, касающийся материального благополучия... Благополучия... Благо... Благо... Заменен смысл слова. Стоит у них на первом и самом почётном месте. Потому все подозрения их бывают направлены в эту сторону. Ведь это не только вот это отца прибежало. Ой... Так это часто пишут. Такие обыватели видят проявление деятельности, которое недоступно их сознанию, а у неё... Ей это недоступно, о чём я говорю. Если там почитать эти все комментарии, вы поймёте, о чём говорит Елена Рерик и о чём говорю я. Там их тупая злоба и зависть начинают прежде всего плести те же излюбленные узоры о каких-то неизвестных источниках происхождения средств и скрытых замыслов и прочее. Истинное добро во все века преследовалось. Лишь мишурал же истин мила обывательскому сердцу. Высмеивание Снежинской, да, таких людей подлых, нехороших, правда? Это вот истина. И вот им мила. Вот всем тем людям, которые заходят на канал Снежинской, очень там мило находиться. Почему думать, что в наш век насилия, право грубой силы, сознание большинства должно быть иным? Именно по приведённым вами слухам и суждениям можно судить о степени морального и культурного развития такого мышления. Ведь такое сознание бывает недалеко от сознания крестьян, которые во время эпидемии холеры убивали врачей, обвиняя их в отравлении колодца. Всякие пересуды приходится отнести все к тому же источнику, всех зол и бедствий, именно к невежеству. Даже если образование ещё доступно, то воспитание ещё труднее. А культурность является уже исключением, ибо она есть признак истинного аристократизма, аристократизма духа и души. Современному Цицерону, восклицающему, о, Катерина, когда ты кончишь нас преследовать? Не Катерина, а то сейчас будет говорить, что не могу произносить. Катерина, могу ответить, надеюсь, что никогда, ибо конец преследования означал бы начало разложения. Существует земной закон, по которому с того момента, как прекращается всякое преследование и достигается всеобщее признание, начинается и разложение. Борьба есть основа существования и продвижения, и потому человек без борьбы обращается в ничтожество и произвол. Борьба в наши дни, конечно, усилилась и расширилась, ибо сейчас нельзя назвать ни одной отрасли жизни, где бы ни происходило столкновение различных начал. Потому и учение говорит, полюбите борьбу, но борьбу эту мы должны стремиться перенести на более высокий план. И для этого необходимо выработать и утвердить свою внутреннюю правду при посредстве углубления в учении и самоуглублении и любой борьбы с самим собой. Этим мы поднимем себя и всех происходящих в соприкасании с ними. Итак, мы снова вернулись к великому понятию воспитания и самовоспитания. На этом и закончу. Шлю вам все мужество к обретению терпения и торжественности и грозные дни Армагеддона. В особо тяжкие минуты сравните себя с миллионами несчастных и обретете покой. Сравнения бывают полезны. Всего светлого. Ну почему я взяла сейчас как пример для своих видео Снежинскую? Просто понимаешь, что сейчас, вот, когда такое тяжелое время, идет война, и читаешь там комментарии, и понимаешь, даже сейчас под этим видео, если читать комментарии, нормальных людей, они объясняют, что они пытаются бороться со Снежинской, но она всех блокирует. И люди, ну, напишут комментарии, ну, под одним видом, под другим где-то у Самвела. Снежинская блокирует, они писать не могут. А я могу записать видео, пусть не грамотной речи, но я объясняю людям законы Вселенной. И пусть даже у меня мало подписчиков, и я зачитывала конспекте, что даже если ты спасешь одного человека, то ты уже свою карму очистишь, и жизнь у тебя будет другая. Я на данный момент своими видео никого не спасаю, потому что вот таких, как эта, ее спасти невозможно. На таких надо поставить крест. Но я просто людям, другим людям показываю, что они не одиноки. Понимаете? И что они все правильно делают. Когда они, проводя хоть какой-то анализ, разбираются, кто перед ними. Вначале люди могут обмануться. Им может показаться, что Снежинская человечище, она высмеивает такую нехорошую семью. Но вы прислушайте, что она говорит. У меня меньше всего желания где-то оправдывать сам Вэлла или мать. Нет. Это взрослые люди. Они знают, что делают. Но вот таким путем, когда тебя не рекламируют другие блогеры, которые в свое время рекламировали другие блогеры, есть вот такая возможность привлечь внимание Снежинской, Самвэлла людей, что есть такой канал. И что здесь нормальная сидит женщина. Что она так же сама мыслит, как вы. Возможно, они где-то узнают от меня что-то новое. Возможно, не у всех есть возможность купить вот такую книгу. Эти книги были изданы очень давно. В 92-м году. И я их взяла уже, купила очень случайно в Киеве на рынке. Есть такой рынок книжный. Туда, где сдают книги на перепродажу. Я очень им радовалась. Я мечтала эти книги найти. И я думаю, что сейчас их не перепечатывают. Но вот, зачитывая, показывая людям, что все это нормально. Не обращайте внимания. Главное, главное, будьте людьми вы. А там уже или крест, или все-таки вот такие забегают случайно. И когда у них будут очень проблемы большие, за вот это все придется рано или поздно расплатиться. Возможно, они вспомнят, что была вот такая неграмотная, которая влезла в YouTube и невнятно что-то пыталась им объяснить. И возможно, все-таки. А почему я так говорю? У меня книги обведены, подчерканы слова, текст. Короче, я когда читаю, я, ну, некрасиво делаю, но я их покупаю не для перепродажи, для себя. Понимаете? И даст Бог, мне не придется их перепродавать. Но если что, карандаш. И я обращала внимание уже потом сама на себя, что в одно время я подчеркивала, выделяла один текст. В другое время, когда что-то, где-то ты прожив, что-то осознал, что-то поменялось в жизни, меня уже интересуют совершенно другие, вказанные ответы. Понимаете? Так и здесь. Вот она заскочила. Ведь она даже это видео не просмотрела толком. Потому что она здесь орет, что я защищаю Эдика. Где я в этом видео защищаю Эдика. Я уже меньше всего переживаю в этой жизни за Эдика. Там я говорила всего лишь, что разве нормально, разве это не травля, когда ты травишь любимого сына матери. Я же не его защищала. Я просто людям хотела донести и показать, что отравить человека можно не только неполезной едой, а отравить человека можно и оскорбляя любимых сердцу детей. Вот о чём я говорила. И Эдик меня меньше всего волнует. Это как пример. Я всех этих героев привожу как пример. Ну, что я могу ещё сказать? Люди судят по себе. И всё. Не нравится, не заходите больше. Если вы что-то нашли во мне родное, что где-то ваши мысли сходятся с моими словами. Вот таких людей я здесь жду на канале. Но и когда клюнет, как говорят, петух, некоторые больные места вот таких, я тоже не буду против, чтобы они где-то что-то посмотрели и узнали. Ну, кажется, ответила, но это всё бесполезно. Всё равно будут прибегать, всё равно будут писать. Я делаю то, что я должна делать. Люди не понимают, что можно записывать видео и не рассчитывать на какие-то... Ой, баснословные доллары, которые вот эти люди фантазируют. Почему я вернулась, можно сказать, к целительству? У меня код 32.5. Исцеление души и тела. Я занималась исцелением тела, а сейчас я занимаюсь исцелением души. Это намного выше. Поэтому я и отошла от целительства тела до целительства души. Одних я людей поддержу, а другие, ну, значит, вы ещё не заработали такие знания. До свидания. До свидания. Всего вам хорошего. И избавляйтесь от невежества. Это не к тем людям, которые уже... Постоянные мои зрители. Там всё нормально. А к тем, которые вот забегают. Всего всем хорошего. Продолжение следует...